здравствуйте добро пожаловать на портал неврозы мегаполиса меня зовут алексей красиков если вы следите за моими видео лекциями и за моей работой психолога консультанта когнитивно-аналитического психотерапевта то наверное представляться мне не столь нужно и не нужно говорить о том что я работаю с неврозами с тревожно-фобическими расстройствами с паническим опсинокомпульсивным и с таким терминологией такой как вегетососудистая дистония где мы имеем телесные жалобы или функциональные неврозы на самом деле я сейчас обращаюсь к психологам к психологам консультантам психотерапевтам различных модальностей к врачам психиатрам прошедших переподготовку к студентам вузов и пост вузовского пост вузовской подготовки я много время планировал собрать команду специалистов с которыми бы работал дальше на сегодняшний день по большому счету я пришел к мнению что наверное я готов начать помогать молодым специалистам или специалистам которые хотят работать в этой профессии работать много я готов помочь этим людям проще говоря набирая команду психотерапевтов психологов консультантов с которыми буду сотрудничать очень честно которым расскажу о том как работаю я в подробностях мы проведем некоторое количество занятий обменяемся опытом обязательно да я расскажу основную модель основные нюансы именно моих клиентов и буду очень плотно контролировать в хорошем смысле помогать супервизировать тех людей которых я смогу передать этим людям передать мне есть большое количество кого поскольку я один не справляюсь то мне нужны люди которым я могу доверять но чтобы я вам доверял вы должны быть абсолютно честны прозрачные искренне для этого существуют некоторые простые критерии желательно чтобы вы были из москвы или санкт-петербурга потому что я буду работать с людьми только с теми с которыми я могу лично встретиться и поговорить и мы будем регулярно встречаться и разговаривать в живую обсуждать клиентов обсуждать их прогресс обсуждать методы и тактики психотерапии по каждому клиенту мы будем вести какую-то отчетности какие-то супервизии нужно чтобы были из москвы и санкт-петербург у вас должно быть обязательно образование позволяющим вам работать в той или иной модальности психотерапии должны быть просто любителям психологии вас должна быть на это определенная квалификация и у вас должно быть желание работать в команде и действовать от лица центра психологического консультирования алексея красикова на сегодняшний день пока что нету сайтов и нету моих центров если вы где-то встретите что-то похожее это не я и я к этому отношению к этим людям никакого не имею когда я открою собственный создан собственную команду специалистов которым смогу доверять вы об этом узнаете заниматься этими людьми которые будут со мной работать буду не только я скорее всего я вас познакомлю с еще некоторым количеством высококлассных специалистов с которыми вы тоже обменяетесь опытом мнением и будете иметь возможность супервизироваться как и в модальности анализа так и в модальности когнитивной терапии поэтому возможности у нас есть не затягивайте потому что было бы неплохо встретиться в санкт-петербурге в 20 21 22 я буду в питере 20 21 22 23 в общем где-то через неделю в этих 20 выходных февраля я буду санкт-петербурге на повышение квалификации и как раз было бы неплохо там увидеться обсудить наше взаимодействие и тем более программа очень полезная будет так что приглашаю всех желающих сотрудничеству и работы очень много и буду надеяться на плодотворный результат главное чтобы вы ничего не боялись не стеснялись и не комплексовали на эту тему по модальностям психотерапии желательно чтобы это не был гипноз желательно чтобы это не было не были какие-то игровые расстановки предпочтение отдается когнитивно-поведенческой терапии когнитивно-аналитической гештальт и эгостенциальным направлением психотерапии ну и анализу соответственно только не юнгианскому давайте без картишек без аним и анимусов там и так далее да то есть что-то такое вот идеал это когнитивно-поведенческая терапия с элементами гештальта то есть интегративная модель да а если это личностно ориентированная вообще замечательно если это миссич в карвасарске вообще великолепно если это гештальт экзистенциальные направления когнитивно-поведенческая в чистой воды элисбек чистый психоанализ в классической его структуре наверное нет потому что долго наверное современный такой когнитивно-аналитический подход по 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 этому как он не помню как его звать но неважно да значит забыл неважно вот поэтому давайте подпочтение вот этим направлением психотерапии и будем с вами полнотворно сотрудничать я покажу как я интегрирую гештальт когнитивную поведенческую аналитическую терапию и личностно ориентированную терапию в определенную структуру теперь студенты выпускники которые не имеют большого опыта но имеют желание и способности я покажу от и до большое количество нюансов с примерами из супервизии да поэтому бояться не стоит главное это ваш ваша личность я буду выбирать себе людей в команду исходя из личностных особенностей и способностей потому что от этого очень много зависит в тибетской медицине от этого зависит наверно 80 процентов эффективности что мне то что надо подобрать шарики же да там очень много связано с самой личностью терапевта с его подходом к больному потому что придите вот к нашим врачам в наши районные больницы посмотрите какой там подход там если один врач на всю больницу относится с искренним желанием помочь и с таким медицинским подходом именно соучастие и с клиентом такой роджерский роджерский подход клиент центрированный тогда все будет получаться если психотерапевт работает как бы ну вот очень сильно дистанцирован от проблемы и от самой психотерапии то скорее всего мало будет эффективно и как правило такого терапевта люди очень быстро уходят потому что они чувствуют эту дистанцированность но в то же время нельзя очень сильно втягиваться ну вот я уже ведь я уже пошел в какие-то профессиональные нюансы поэтому коллеги студенты выпускники ищу талантов ищу амбициозных ребят которые будут не бояться публично выступать которые будут не бояться критики которые будут не бояться поднимать психотерапию в нашей стране которые будут способны ездить по разным городам и странам которые хотят помогать снг выровнять этот пробел между психиатрией и современной психотерапии буду ждать ваших писем пишите лично мне в контакте можете мне найти в контакте это очень просто желательно чтобы вы написали крупными буквами коллега в начале письма тогда я с вас смогу найти или просто одну фразу коллега я тогда вам отвечу а дальше уже наш диалог будет продолжим потому что если вы напишите такое письмо я возможно его могу не увидеть поэтому пишите одно слово коллега такими большими буквами скажу привет а дальше уже я вас там выбранные закину и все будет хорошо из новостей вот наверное сейчас я хочу заняться больше и на подготовкой своей команды потому что есть очень хорошая возможность есть очень хорошее желание сделать важный проект вот последнее что просили наверное прокомментировать это историю о трагедии в московской школе на где малой человек расстрелял учителя и милиционера полиции полиции полицейского безусловно такие новости они будут очень тяжело переживаться людям с обсессивно компульсивным расстройством а в частности с обсессией на тему я могу потерять над собой контроль совершить убийство или причинить вред я хочу сейчас успокоить своих зрителей о том что подобные инциденты никак не связаны с невротическим страхом потерять над собой контроль совершить убийство или сделать какой-то неадекватный поступок подобные поступки особенно с тем с тем характером преступления то есть там которое было совершено говорит о наличии определенной патологии либо наличие конкретного умысла спланированного взвешенного и исполненного то есть это не невротическая проблема где человек имел какую-то там сложность скорее всего это либо бывшая либо имеющаяся патология которая при тех или иных обстоятельствах актуализировалась да либо это очень сильное искреннее желание отомстить учителя но не похоже если честно потому что если там пошла потом перестрелка с полицейскими и если малый человек в десятом классе принимает такое решение так отомстить то скорее всего это имеющиеся патологии которая достаточно давно расцветала и вот так она расцвела поэтому бояться не стоит это не невротическая история того что вы боитесь этого сделать это гарантирует того что вы этого не сделаете так что можете смело не бояться и наверное последнее что по этому вопросу можно сказать при всем уважении к нашим средствам массовой информации при всем уважении к демократии лично я лично я считаю что если бы к таким трагедиям по всему миру до было меньше прикованности внимания средств массовых информации конечно может быть это сейчас прозвучит странно да в эпоху глобализации но очень большое количество людей которые обдумывают именно специально да такие убийства они как раз хотят таким образом показать себя потому что личность нарушена да и он хочет поставить такую яркую красивую эффектную точку да чтобы о нем поговорили собрались все с камерами мэр приехал значит показали по центральным каналам обсудили да и вот если бы средства массовой информации понимала психологии этих людей и не уделяла этому такое сильное ажиотажное внимание то и и это бы осталось трагедии школы и трагедии города до трагедии родственников безусловно это так но если бы это так и этим родственникам помогала государство город и поддерживала и все со всеми вытекающими отсюда компенсациями да но это так не тиражировалось по стране то было бы гораздо бы легче на мой взгляд потому что эти люди бы понимали что но пойдет он совершит это дело об этом никто не узнает в широком круге его не покажут узнает там окружение ближайшие да дадут ему пожизненные будет он там сидеть до конца дней либо психиатрической клиники да либо еще где-нибудь там ползать и я думаю что мотивации бы таких таких ярких точек бы да было бы меньше но это чисто мое мнение по поводу демонстрации всех таких происшествий и так но центральный посыл ролика я ищу таланты молодых выпускников практикующих специалистов спасибо за внимание скоро будет новая видео лекция очень интересная до встречи пока